Здравствуйте, дорогие коллеги! Вы знаете, что наше время называет эры человека говорящего, homo loquens. Мы действительно очень много говорим дома, на работе, с коллегами, друзьями, родителями. Многие из нас умеют эффективно общаться, но не все. Вот тема нашего сегодняшнего разговора – это эффективная коммуникация, как одно из главных условий профессиональной успешности. Нашу с вами встречу я предлагаю разделить на три части. Первая часть я представлюсь, расскажу, чем я занимаюсь, кто я. Дальше мы поговорим на такую актуальнейшую тему, как эффективная профессиональная коммуникация в образовании. И в конце я отвечу на ваши вопросы, если они у вас будут. Итак, я Кудинова Гульнара Франгелевна, заведующая кафедрой русского языка, теоретической прикладной лингвистики Башкирского государственного педагогического университета имени Мефтахедина Акмулы. Также я являюсь руководителем Международного центра продвижения русского языка и литературы. Называется наш центр «СЛОК». Это такая красивая аббревиатура. С одной стороны, это филологический термин «СЛОК», с другой стороны, мы его расшифровываем, эту аббревиатуру расшифровываем, как сообщество людей, открывающих границы. В нашем центре мы занимаемся популяризацией русского языка, открываем центры русского языка за рубежом. В ближайшее время, буквально на следующей неделе, мы едем в Кыргызстан, и там открываем два центра русского языка. Мы преподаем русский язык как иностранный и сотрудничаем с многими зарубежными образовательными организациями. Я вижу, что в чате у нас тоже есть коллеги из-за рубежа, которые в том числе ведут образовательные программы на русском языке. Я вас тоже приглашаю присоединиться к нашему клубу «СЛОК». Но сегодня речь пойдет о другом. Наша кафедра, кроме того, что мы занимаемся, работаем на классическом направлении подготовки русский язык и литература, мы еще обеспечиваем серию дисциплин филологического цикла на всех направлениях подготовки в нашем педагогическом университете. Много лет мы преподаем студентам и аспирантам такие курсы, как культура речи, мастерство публичного выступления, научную риторику, педагогическую риторику. Наши преподаватели проводят коммуникативные тренинги совершенно разной аудитории. Это могут быть и школьники, и студенты, и учителя, и управленцы разного уровня, и предприниматели. Вот особенности профессиональной коммуникации – это одна из научных тем нашей кафедры, которым мы занимаемся. Можно сказать, что мы собрали воедино современные рекомендации, современные научные подходы по профессиональной коммуникации, которые я предлагаю в том числе и вам на нашем вебинаре. У нас есть, конечно, свои страницы и в социальных сетях, есть свой YouTube-канал. Тоже в конце наши контакты я обязательно вам дам. Итак, сегодня цена коммуникативной грамотности очень высока. От того, как мы умеем выступать публично, от звучания нашего голоса, от развитых коммуникативных компетенций, зависит очень многое. Успех на работе, в переговорах, учебе, даже личной жизни. Установлено, что наши профессиональные контакты будут в 7 случаях из 10 успешными, если мы умеем построить конструктивный диалог, если мы владеем правилами эффективного общения, если мы используем слово как важнейший инструмент коммуникации. Это действительно одно из главных качеств профессиональной характеристики педагога. Ведь что пронизывает нашу педагогическую деятельность? В первую очередь общение между уроками, между парами есть перемены, между четвертями и семестрами есть каникулы. А вот в общении перерывов нет. С утра до вечера с учениками, студентами, родителями, коллегами мы общаемся. Это наша работа. Вот как же сделать это общение эффективным? Как правильно говорить, сделать нашу коммуникацию доброжелательной для всех участников? Как поступить в конфликтной ситуации? Давайте обсудим сегодня такие проблемные точки современной профессиональной коммуникации. Понятно, что современный педагог должен владеть различными жанрами публичной речи, поскольку с помощью устных и письменных высказываний мы строим свои профессиональные отношения с другими людьми. И важно понимать, что сказать, как сказать и кому сказать. К этому еще добавляется наша с вами активная жизнь в социальных сетях. Все мы являемся активными пользователями интернета, и у многих есть профессиональные аккаунты на разных площадках. Нам часто приходится выступать на очень широкую аудиторию, иногда даже нам неизвестную. Вот свое выступление я начала с такого элемента публичной речи, который в ораторском мастерстве называется самопрезентацией. Так, листается у меня презентация. Самопрезентация, да, спасибо. Вот самопрезентация – это очень важный компонент нашего с вами речевого поведения, когда мы создаем впечатление о себе у аудитории. Можно сказать, что сейчас самопрезентация – это отдельный виртуальный жанр лингвокультуры интернета. Очень многие блогеры, коммуникативные тренеры, журналисты, политики, преподаватели используют самопрезентацию, привлекая внимание, интерес людей к каким-то своим качествам, создавая определенные впечатления о себе у большой интернет-аудитории. Некоторые представители интернет-социума даже предстают перед своими слушателями вот в каком-то образе, да, в образе какого-то персонажа. Ну, мы с вами серьезные исследователи, поэтому давайте сразу отметим, что презентовать себя можно, конечно, разными способами. И для педагога важно понимать, что представлять себя случайному собеседнику или значимому в профессиональном плане лицу, представлять себя детям, воспитанниками или школьникам, или родителям – это совершенно разные по значимости процессы. Везде есть свои коммуникативные тактики, но есть некоторые общие правила, вы видите их на презентации. Вот структура самопрезентации должна содержать следующие опорные элементы. Первое – это вступление, знакомство или представление. Это вот как раз первые несколько слов, которые привлекут к вам внимание, дадут возможность услышать ваш голос и соотнести голос вот с вашей внешностью, с вашим зрительным образом. Это то, чтобы слушатели как раз за эти несколько минут к вам привыкли. Второй очень важный элемент – это крючок внимания. Это элемент, который должен заинтересовать ваших слушателей, дать старт групповой динамике. Надо, конечно, заранее продумать, что может быть таким крючком внимания. В качестве крючка внимания, если мы, например, на большую аудиторию выступаем, может быть какой-то вопрос, может быть дискуссионный, спорный вопрос, может быть какая-то метафора. Это может быть и демонстрация какого-то предмета, например, интересной книги или какого-то необычного предмета. Дальше третий элемент – самопрезентация – это карта выступления. То есть надо дать чётко своей аудитории регламент встречи. Ну, например, наше с вами общение продлится ровно полтора часа. Первый час мы посвятим мастер-классу, а оставшиеся полчаса – ответом на вопросы. Вот по такой структуре была построена и моя вступительная речь. Конечно, это общее правило. Ещё раз говорю, что стратегия и коммуникативные тактики, они различаются в зависимости от целевой аудитории в современном информационном, в таком насыщенном мире. Конечно, важно быть гибким, уметь слушать, анализировать. И очень важно убедительно и выразительно выступать, потому что наша с вами речь – это наш профессиональный инструмент. Давайте сначала поговорим о практике публичных выступлений. Я думаю, что здесь никого не надо убеждать в том, что этот навык очень важный и необходим современному педагогу. Я просто хотела привести вам в пример последнюю лекцию Рэнди Пауша. Может быть, вы даже слышали об этой лекции. Это профессор университета в Вирджинии. Вот 100 миллионов человек, а сейчас уже больше, посмотрели последнюю лекцию этого профессора. Ему было 47 лет, когда ему поставили четвёртую стадию раком. А в университете, в его университете была традиция, то есть серия лекций, которые так и назывались – последние лекции, когда выступающие освещали тему, о чём бы я рассказал, если бы меня завтра не стало. Вот Рэнди Пауша, уже зная о своём диагнозе, он всё-таки не отменил эту лекцию, а сказал, я хочу, чтобы мои дети запомнили меня по этому выступлению. Это профессор информатики. Он очень много сделал в области информатики, построения виртуальных веров. Он консультировал Google по вопросам пользовательского интерфейса. Но мир его узнал и запомнил по последней лекции. Вот значимость умения выступать публично, она, конечно, очень высока. Настолько высока, давайте тоже об этом скажем, насколько силён страх публичных выступлений. Вы знали, что страх публичных выступлений занимает второе место в рейтинге человеческих страхов? Вот он на втором месте, как это ни странно, после страха смерти. При этом мы, конечно, понимаем, что страх иррационален. Нам здесь не грозит никакая опасность, во всяком случае смертельная. Может быть, только какие-то репутационные риски. Мы боимся показаться смешными, неуверенными, некомпетентными. Конечно, все и любители, и профессионалы, и те, кто много выступает, и те, кто только начинает свою профессиональную карьеру, мы все волнуемся. Волнение – это вполне нормальное явление. Вот, скажем, даже я, преподаватель университета, и действительно за моей спиной тысячи выступлений и большое количество публичных лекций и выступлений на разного рода конференциях, но и у меня был тоже свой путь преодоления. Например, как оказалось, одно дело выступать перед живыми людьми в зале, и совершенно другое – снимать себя, свою речь на камеру. Вот совсем недавно мы, преподаватели, учителя, учились этому навыку в нашей такой всеобщей дистанционной работе. Ну и сейчас этот вопрос, он также актуален, потому что даже сегодня мы с вами беседуем в таком формате, и сейчас действительно очень много онлайн-мероприятий. Я думаю, что в ближайшее время вот этот формат, он будет только развиваться и нарастать. Причины страха публичных выступлений, они, конечно, разные. Здесь каждый раз надо разбираться индивидуально. Это может быть предшествующий негативный опыт, это может быть отсутствие опыта. Иногда на нас влияют особенности воспитания, когда родители в детстве говорят «Громко не разговаривай», «Веди себя прилично», «Не выделяйся» и так далее. Многим нам знакомы такие фразы. А может быть какой-то ситуативный страх, особенности данной конкретной речевой ситуации. Я вам приведу такой пример. Этот пример описал в своей монографии профессор Иосиф Абрамович Стернин. Книга называется «Практическая риторика», когда молодая учительница, вчерашняя выпускница педагогического университета, пришла в школу и провела свой первый урок. И во время урока она все время заглядывала в небольшую бумажку, держала в руках небольшой листочек бумаги и все время периодически туда заглядывала и смотрела. Это не был конспект урока, поскольку листочек был совершенно небольшого размера. Урок прошел хорошо, и после этого урока ее ученики ее окружили, поблагодарили и спросили, а куда же вы все время заглядывали? Вот она им протянула этот листочек, на котором крупными буквами было написано «Не бойся, никто тебя не съест». Действительно, не надо бояться, никто нас не съест. Но как же все-таки преодолевать страх публичных выступлений? Это отдельная, очень обширная тема для разговора. И я думаю, что, может быть, в будущем, если вам будет интересно, мы обязательно на эту тему поговорим. Сейчас только скажу, что каждому помогают какие-то свои специальные техники, приемы, методики. Кому-то помогают дыхательные упражнения, ну, например, глубокие медленные вдохи и короткие выдохи. Вот такое умеренное поступление кислорода успокаивает, питает мозг, нормализует сердцебиение. Кому-то помогает артикуляционная гимнастика, те же самые скороговорки. Три раза сказать «Король, орел, король, орел, король, орел». Или просто какую-то артикуляционную гимнастику произнести. Кому-то даже физические упражнения помогают пару раз присесть перед таким большим эфиром. Это тоже помогает успокоиться. Ну, еще раз говорю, это очень такая большая тема для разговора. Здесь давайте мы с вами только отметим, что, конечно, эти компетенции, риторические навыки надо в себе развивать и надо стараться использовать при подобных публичных выступлениях на 100% все богатейшие возможности своей личности и своего голоса. Потому что главное не только ясно выразить свои мысли, а для нас, для педагогов, главное, конечно, воздействовать на наших слушателей, на наших воспитанников. Я еще хотела вам напомнить такого известного древнегреческого оратора Демосфена. Он в свое время задавался этими вопросами, как же научиться выступать публично. В те далекие времена оратор должен был иметь величественный вид, громкий голос, но Демосфен не подходил ни по каким параметрам. Он не выговаривал половины букв, легкие его были слабыми, а плечо нервно подрагивало. Вот представьте, какую ему пришлось сделать работу над собой, чтобы стать величайшим оратором современности. Почти через 200 лет после Демосфена римский оратор Цицерон произнес знаменитую фразу «Поэтами рождаются, ораторами становятся». Стать хорошим оратором – это значит пройти нелегкий путь образования и практики. Что здесь для себя важно понять, это то, что стать успешным оратором, прочитав учебник по риторике или даже поучаствовав там несколько дней в каком-то коммуникативном тренинге, невозможно. Если вы хотите стать заметными в этой области, необходимо освоить законы коммуникации, пропустить их через себя и очень много практиковаться. Главное в развитии своих профессиональных коммуникативных компетенций – это, конечно, обширная практика. И еще хочу отметить, что если нас и вас будоражат мысли, то проще один раз написать книгу. Один раз отмучился – и все. Потому что каждый выход на большую аудиторию для добросовестного оратора – это энергетически затратное мероприятие. Его приходится проживать, раздавая себя участникам, сильно тратясь. Кроме того, мало просто сообщить слушателям какие-то свои мысли. Очень часто мы смотрим на чужие мысли и мнения критически. Вот одно из самых частых возражений. Это, конечно, все интересно, но у нас есть своя точка зрения. Или ваше решение нам не очень подходит. Задача педагога в публичной коммуникации – это не просто рассказать, а заставить задуматься, показать варианты, желательно дать попробовать, предоставить обратную связь, запустить глубинные мыслительные процессы в своих учениках. Давайте, поскольку мы говорим об эффективной коммуникации, рассмотрим, что же это такое, да, что это за термин «эффективная коммуникация», как его определяют лингвистики. Эффективность коммуникации в речевом воздействии рассматривается как достижение говорящим своих целей посредством общения. То есть какая коммуникация считается эффективной? Та, которая ведет к достижению целей. При этом, конечно, эффективность может определяться для каждого участника общения отдельно. Например, в диалоге общение может быть эффективным только для одного из участников. На многосторонних переговорах тоже общение может оказаться эффективным только для части участников. Но, тем не менее, вот само понятие эффективности связано с достижением коммуникативных целей. Коммуникативные цели бывают разные. Это может быть информационная цель. Вот как сейчас я сообщаю, доношу до собеседников, до своих слушателей определенную информацию. Получаю подтверждение, что эта информация получена. Вот я вижу, в чате вы пишете, отмечаете. Я вижу, что вы меня слышите и понимаете. Цель может быть предметная. Очень часто как раз в педагогической деятельности мы преследуем эту цель, когда мы пытаемся что-то изменить в поведении. Наших слушателей. Ну и цели могут быть просто коммуникативные, когда мы формируем определенные отношения с нашими собеседниками. Виды коммуникативных целей – это установить какой-то контакт или поддержать его, выполнить определенный коммуникативный ритуал. Для этого есть специальные речевые формулы, формулы этикета, да, как поздороваться, как попрощаться, как поблагодарить, сказать комплимент и так далее. Итак, эффективное речевое воздействие – это такое воздействие, которое позволяет нам достичь своих целей, и при этом мы сохраняем с нашими собеседниками, с одним или несколькими, сохраняем то, что называется коммуникативным равновесием. То есть остаемся с человеком в нормальных отношениях, не ссоримся, не ругаемся. Коммуникативное равновесие – это отведение собеседнику в процессе общения роли не ниже той, которая обусловлена его представлением о собственном достоинстве. Коммуникативное равновесие, другими словами, это, я думаю, можно назвать соблюдением принципом вежливости. Всем нам известный принцип вежливости в общении. Вот на следующем слайде вы видите представлены максимы Грайса. Это очень известный философ, лингвист Герберт Пол Грайс. Вот еще в 1975 году он, проанализировав условия взаимопонимания, он постулировал такой общий, центральный для успеха коммуникации принцип, который стали называть принципом кооперативного сотрудничества. Что это значит? Принцип кооперативного сотрудничества обязывает участников общения на каждом этапе делать тот вклад, которого требует ход беседы, то есть ее цель, признанная всеми коммуникантами. Этот принцип, он реализуется в ряде более частных требований, они в науке называются. Получили название максимы Грайса. Это качество, не говори того, в чем сомневаешься, что считаешь ложным. Отношение, говори то, что важно. Максима количество. Будь оптимально информативен, говори не больше и не меньше того, что считаешь нужным. И способ выражения. Речь должна быть прозрачной. Избегай двусмысленности, неясности выражения. Будь краток, будь последовательный. Итак, эффективность речевого воздействия определяется двумя взаимосвязанными факторами. Достижением поставленной цели и сохранением коммуникативного равновесия. Еще здесь несколько слов. Мне хотелось бы сказать о таком понятии, как затратность общения. Если мы сравним с производством. Люди, связанные с производством, считают эффективным достижение цели с минимумом затрат. Если цель достигнута, а затраты невелики, значит, деятельность эффективна. Это такой подход с точки зрения себестоимости деятельности. То есть, чем меньше затрат на производстве, тем производство эффективно. Вот в общении такой подход оказывается не только неприменимым, но даже неверным. Потому что эффективное общение на достижение эффективности, на достижение целей нередко затрачиваются очень большие коммуникативные усилия собеседников. То есть, в коммуникации нельзя повышать эффективность, снижая затраты. Наоборот, надо применять весь арсенал вербальных, невербальных средств, соблюдать законы, правила общения. Тогда вот такой максимум усилий даст желаемый коммуникативный результат. То есть, достигается цель общения и сохраняется то, что мы с вами назвали коммуникативным равновесием. Получается, что эффективность коммуникации прямо пропорциональна объему затраченных коммуникативных усилий. Действительно, давайте вспомним. Короткие просьбы или приказы всегда выполняются менее охотно. Мы обычно воспринимаем их как грубые, как агрессивные. А вот вежливость, она предполагает особую, иногда довольно трудоемкую интонацию. Там более развернутые формы просьбы, распоряжения. Там обязательно надо применить несколько приемов установления контакта, подать несколько сигналов вежливости, расположение к собеседнику. Поэтому тоже надо, конечно, специально учиться, просить, отказывать, развернуто, потому что именно такие приемы оказываются более эффективными. Ну и, естественно, цель цивилизованного человека добиваться успеха все-таки добрым словом. Именно в этом заключается искусство эффективного общения, искусство речевого воздействия на собеседника. Так. Во время общения, профессионального общения, публичного в том числе, мы воздействуем на наших собеседников, на наших слушателей при помощи речи и при помощи сопровождающих нашу речь невербальных средств. Для того, чтобы достичь поставленной нами цели. Различают два способа речевого воздействия. Это вербальный и невербальный. Так, бедно, да, презентацию листается. При вербальном воздействии, очень важном, в какой речевой форме вы выражаете свою мысль, в каких словах, в какой последовательности приводите те или иные факты, вот как громко, с какой интонацией, что, когда и кому говорите. Для вербального речевого воздействия существенный как выбор языковых средств для выражения своей мысли, так и, естественно, само содержание речи, ее смысл, аргументы, которые вы приводите, доказывая свою точку зрения. Даже структура вашей речи, расположение элементов относительно друг друга. Вот вербальные сигналы, это слова. Невербальное речевое воздействие это воздействие при помощи несловесных средств. Это то, что сопровождает нашу речь. Мимика, жесты, наше поведение во время речи, внешность говорящего, может быть, дистанция общения и так далее. Конечно, в общении и вербальные, и невербальные средства, они дополняют друг друга, они в совокупности воздействуют на наших слушателей. Они могут быть конкурентными, то есть соответствуют друг другу, а иногда невербалика, наоборот, не соответствует тому, о чем говорит человек. Такое тоже есть, но считается в разных исследованиях по-разному, но в целом считается, что где-то невербальные средства передают, наверное, примерно 50% информации. И вербальные, и невербальные сигналы, вот их функции в общении, они совпадают. И те, и другие передают информацию, кстати, как намеренную, так и ненамеренную. И те, и другие воздействуют на собеседника, причем сознательно и бессознательно, и в том числе они воздействуют и на самого говорящего. Тоже это так называемое само воздействие, и тоже это сознательное и бессознательное воздействие. Вот правильно построенное вербальное и невербальное речевое воздействие обеспечивает эффективность общения. Давайте мы с вами рассмотрим несколько факторов речевого воздействия. Это вот как раз совокупность вербальных и невербальных сигналов, которые влияют на эффективность. Рассмотрим только основные. Их достаточно много. Основное, что влияет на нашу с вами эффективность в общении. Вот как ни странно, самый первый фактор. Вроде бы мы говорим о речи, но первым фактором называем имидж оратора, имидж говорящего, зрительный образ. Почему для нас это важно? Особенно, когда мы встречаемся с людьми, например, с родителями наших воспитанников, первый раз. Очень важна проблема первого впечатления. Это, в принципе, важно для любого человека. Вы знаете, есть русская поговорка, по одежке встречают, по уму провожают, потому что такие встречи не бывают очень продолжительными. И иногда ваши слушатели так не смогут по достоинству оценить ваши глубокие умственные способности. Иногда и провожают по одежке, то есть оценивают по каким-то внешним признакам. Что надо иметь в виду? Первое впечатление, оно очень сильное, оно очень яркое, и оно хорошо запоминается. В дальнейшем вот это первое впечатление нам приходится корректировать, если мы хотим его изменить. А это всегда предполагает уже большее усилие. Вот вспомните, какие-то необычные, сенсационные сообщения, первые новости всегда воспринимаются человеком легко, с большим доверием. А вот уже следующим опровержением, разъяснением мы доверяем с большим трудом. Именно поэтому средства массовой информации всегда стремятся первыми сообщить какую-то новость. Потому что тот, кто сообщает, тот формирует мнение. А вот всем остальным, вторым и так далее, приходится это мнение уже опровергать, а это всегда труднее. Первое впечатление очень устойчиво. Психолингвистические исследования подтвердили, подтвердили, что на протяжении, скажем, даже одной публичной лекции изменения в оценке выступающего это составляет всего 4-6%. А вот по такому фактору, как доверие, такие изменения это вообще менее процента составляет. То есть вы либо сразу вызываете доверие, либо его не вызываете. Потом очень трудно это изменить. И еще, конечно, ваша аудитория навсегда оценивает наши с вами индивидуальные качества. Конечно, мы оцениваем говорящего с точки зрения каких-то ролевых характеристик. Педагог, журналист, политик, женщина, мужчина. Но больше мы обращаем внимание на его какие-то индивидуальные личностные характеристики. Сравните. Школьника спрашивают, какой твой любимый предмет? Физика. У нас такой учитель. А какой твой нелюбимый предмет? Черчение. У нас такая учительница. Вот ученик неразрывно связывает предмет с его интерпретатором. Все, что говорит оратор или педагог напрямую связывается аудиторией с его личностью. Запоминают в первую очередь говорящего, а уже потом то, что он говорит. В ораторе, в педагоге, в публичной коммуникации мы ценим. Мы хотим видеть прежде всего личность, индивидуальность, где-то, может быть, даже непохожесть на других. Мы хотим видеть, какую позицию занимает говорящий, можно ли ему доверять. И поэтому, конечно, надо заботиться вот о такой составляющей. Надо заботиться, чтобы наш имидж был благоприятным и чтобы мы были восприняты именно так, как хотим себя подать. Вот эта индивидуальность, личностные качества, это должно быть очень очевидно для наших слушателей. Ее надо, индивидуальность надо культивировать и демонстрировать. Ну и еще вот плюс в копилку важности зрительного образа для публичной коммуникации было такое исследование. В одной группе аудитории давали сначала послушать речь, а потом показывали фотографию оратора. А в другой аудитории наоборот. Сначала показали фотографию оратора, а потом дали послушать его речь. И в том и другом случае просили дать характеристику оратора. Вот как вы думаете, где характеристика оратора поменялась гораздо сильнее, в значительно большей степени? Есть предположения? Да, конечно, конечно. Вот после предъявления фотографии характеристика оратора менялась в значительно большей степени. То есть зрительный образ при восприятии оратора важнее, когда мы формируем впечатление о нем. При первом впечатлении роль зрительного образа невозможно переоценить. Следующий очень важный фактор эффективной коммуникации. Мы его называем соблюдение коммуникативной нормы. В первую очередь, конечно, это то, что мы называем речевым этикетом. Мы уже об этом сказали. Это вежливость. Это то, что обеспечивает, сохраняет нам коммуникативное равновесие. Этикетное поведение человека в общении наделяет его во мнении окружающих целым рядом положительных качеств. Человека, который соблюдает нормы речевого этикета, в обществе замечают, выделяют, его охотнее слушают, охотнее идут ему навстречу. Ну и, конечно, поскольку я филолог, лингвист, конечно, надо соблюдать и нормы культуры речи, стараться правильно говорить, ставить правильное ударение, не нарушать нормы русского литературного языка, употреблять слова в правильных значениях, не использовать грубых слов, потому что, опять же, культурная речь вызывает доверие к ее содержанию. Если человек говорит грамотно, мы думаем, что он хорошо учился, имеет хорошее образование, а значит, он достаточно умен, разбирается в том, о чем он говорит. Вот речь такого человека сообщает нам о нем исключительно положительную информацию. Мы чувствуем расположение к такому человеку. Не бывает так, что мы всегда достигаем целей в общении. Конечно, у всех бывают и коммуникативные неудачи, то есть это такое общение, когда цель оказывается недостигнутой. Когда нас постигают коммуникативные неудачи, когда мы неправильно строим речевое высказывание, выбираем не те способы, не учитываем, с кем мы разговариваем, не выдерживаем правила бесконфликтного общения. Кроме того, специалисты по речевому воздействию используют даже такое выражение, как коммуникативное самоубийство. Коммуникативное самоубийство – это очень грубая ошибка, допущенная в общении, которое сразу делает дальнейшее общение заведомо неэффективным. Ну, например, если вы начинаете свое выступление перед какой-то аудиторией, скажем, на родительском собрании, вы начинаете свое выступление подобным образом. «Извините, что я занимаю у вас время» или «я вас долго не задержу». Вот это как раз типичное коммуникативное самоубийство. Вы сразу сообщаете своим слушателям о том, что ваша информация им не нужна. Это только вызовет раздражение у ваших слушателей, такое нежелательное отношение к вам. Такого вашу речь, конечно, внимательно уже слушать не будет. Следующий фактор, тоже очень важный, в общении, в коммуникации – это установление контакта с собеседником. Что это значит? Фактор контакта с собеседником связан с механизмом самоподачи. Чтобы установить контакт, и самое главное, чтобы дальше успешно его поддерживать, надо производить благоприятные впечатления о себе, обязательно отождествлять свои интересы с интересами собеседника и интересоваться, конечно, проблемами в ваших собеседниках, вспоминать какой-то совместный положительный опыт. Ну, например, воспитателю, скажем, очень важно научиться общаться с родителями, избегая такой позиции обвинителя, избегая негативной оценки ребенка. То есть мы стараемся почувствовать эмоциональное состояние родителей, надо дать возможность родителям высказаться, не перебивая их, и быть, конечно, эмоционально уравновешенным при таком общении, тоже подавать пример воспитанности, такта, стараться какие-то личностные, психологическую готовность к общению проявить, находить возможность каждый раз говорить родителям что-то положительное о ребенке. Вот это лучший способ расположить родителей к себе. Фактор содержания речи. Содержание речи и фактор языкового оформления речи. Ну, эти факторы объединяют правила, которые рекомендуют, о чем и в какой ситуации стоит говорить, а о чем не стоит говорить. Значит, сообщаем как можно больше положительной информации, негативную информацию сводим к минимуму, и даже если, скажем, при общении с родителями, вам какую-то негативную информацию надо передать. Даже вот в такой ситуации надо постараться сделать акцент на достижениях ребенка. Даже пусть они, может быть, для вас не очень существенны, но тем не менее. То есть можно сказать, вот ваш Ваня не мог усидеть спокойно больше 10 минут, постоянно отвлекался на уроках и так далее. А можно сказать, что Ваня сегодня смог целых 10 минут выполнять внимательно задания, ни разу не отвлекался. Здесь несколько приемов существует. Один назову так называемый принцип сэндвича. То есть вначале рассказываем о ребенке хорошее, а потом только переходим к каким-то неприятным моментам, а завершаем разговор тоже вот на такой положительной оценке. Здесь очень важно, конечно, делать акцент не на обвинении, не с позиции прокурора, а с позиции адвоката выступать. Ваша главная задача – не обвинить, а вместе с родителями попытаться найти путь решения проблемы. И вот именно совместное такое сотрудничество, в общении, оно как раз и сделает это общение эффективно. Дальше. Ну, конечно, приводить аргументы, не быть голословным, приводить примеры из жизни. А фактор языкового оформления – это как раз выбор специальных средств, языковых средств для того, чтобы выразить мысль, которую наиболее точно передадут и будут способствовать достижению вашей коммуникативной цели. Да, формула бутербродика. Да, конечно. Спасибо, Майя. Так, фактор стиля общения тесно связан с тем, что я сказала только что. Общение обязательно должно быть доброжелательное, оно должно быть искреннее, демонстрировать вашу приветливость. Этот фактор объединяет правила вот как раз формирования положительного, благоприятного коммуникативного имиджа говорящего. Здесь мы тоже демонстрируем умение выслушать собеседника, это способность не повышать голос в конфликте, в споре. Это то, что мы называем общительностью. Вот профессиональная компетентность педагога в сфере общения, она, ну давайте пока остановимся, например, на общении с родителями, да, она складывается, во-первых, из ваших личностных качеств и установок, во-вторых, из ваших знаний, да, содержательный компонент, в-третьих, из такого деятельностного компонента, то есть из ваших коммуникативных умений. Вот если личностный компонент предполагает установку на такое доверительное, безоценочное взаимодействие с родителями, это выдержка, тактичность, наблюдательность, уважительность, то знание и деятельность на компонент включают в себя, что вы владеете методами изучения семьи, вы умеете прогнозировать результаты развития ребенка, да, умеете ориентироваться в той информации, которая есть о ребенке. Вы можете сконструировать программу сотрудничества с родителями, с ребенком, и можете использовать все приемы общения, да, все коммуникативные умения и навыки, то есть устанавливать контакт, понимать людей, сопереживать им, предвидеть результаты общения, управлять речевым поведением, своим речевым поведением и поведением собеседника, то есть проявлять гибкость в общении с родителями и с детьми, конечно. Фактор адресата. Фактор адресата предполагает, что необходимо учитывать и тип собеседника, и тип аудитории, к которому вы обращаетесь, то есть надо учитывать, конечно, особенности восприятия, уровень знания, уровень интересов, потому что с разными людьми мы говорим по-разному. Как говорят ораторы, известные и риторики, речь должна быть сшита по меркам слушателя, как платье по мере заказчика. Есть свои правила. Как мы эффективно общаемся с большой или с маленькой аудиторией, ведем общение с ребенком или со взрослыми людьми, с мужчиной или с женщиной, с подготовленной или неподготовленной аудиторией. Даже есть свои тактики, когда мы разговариваем с гуманитариями или с технарями. Так. Ну и еще давайте два фактора тоже мы с вами возьмем и рассмотрим. Да, 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 спасибо. Да, да, спасибо, Александру Владимировну, очень приятно. Да, конечно, конечно. Мы встречались с Иосифом Абрамовичем, и на конференциях, и очень ценим его исследование. Вот фактор объема сообщения. Коммуникант должен соблюдать следующее правило. Есть, как известно, некоторые периоды внимания. Они равны примерно 10-15 минутам. Вот по истечении этого времени внимание людей падает. А затем оно также восстанавливается на какой-то промежуток времени, потом снова падает, и через 15 минут падает уже существенно. То есть уже надо сделать паузу или как-то пытаться учитывать вот эти периоды внимания в своем выступлении. Вот вы меня слушаете уже, наверное, 45 минут точно, поэтому давайте вспомним, какие же есть приемы, как можно активизировать внимание слушателей. Допустим, вы проводите родительское собрание с помощью каких-то приемов, чтобы это не был длительный монолог. Обратите внимание, наши теленовости или радионовости, информационные сообщения, средства массовой информации, они как раз укладываются, как правило, в 10 минут. То есть краткость выступления – это наша с вами гарантия внимания аудитории. Ну вот если вы все-таки выступаете больше, чем 10 минут, какие существуют приемы активизации внимания слушателей? Конечно, вопросы к аудитории. Если вы не так вот, как я онлайн выступаете, а действительно ВКонтакте с вашей аудиторией, то вы можете обратиться к каким-то конкретным слушателям, вы можете организовать дискуссию, вы можете отвлечься от темы вашего разговора. Пусть это будет какая-то второстепенная тема, но связанная с вашей коммуникативной целью. Конечно, есть голосовые приемы. Иногда этим пользуются учителя. Если они видят, что ученики отвлекаются, они наоборот понижают громкость своего голоса, стараются говорить тише, и тогда, конечно, в классе чаще всего наступает тишина, а что же там говорит учитель, ну и так далее. Примеры из жизни, как я уже говорила, демонстрация какого-то предмета, упоминание авторитетных источников, и вот это вот умение увлекательно рассказывать, захватывать внимание слушателей, то, что сейчас называется техникой стори-тейлинга, это тоже очень важно. Очень важно то, как вы структурируете информацию, как общаетесь с аудиторией, насколько уверенно себя чувствуете. Еще есть так называемый закон края. Этот закон еще в конце XIX века установил психолог Эбенгаус. Закон края гласит, что лучше запоминается информация в самом начале вашего выступления и в конце. Вот с учетом такой рамочной конструкции мы и строим свою речь. Помним, что хорошо запоминается начало и запоминается то, как вы закончили свое выступление, как вы завершили свое выступление, потому что эффективное завершение вашей речи – это половина дела. аудитория должна, конечно, знать, что нужно делать с полученной информацией, представлять, что и как делать дальше. То есть должен быть конкретный результат вашего выступления. Заключение. Либо мы вспоминаем нашу главную мысль и объясняем, что с ней делать, либо это может содержать какой-то конкретный призыв к действию. Вот уважаемая Александра как раз нам тоже в чате дала ссылку на материалы Иосифа Абрамовича Старнина. Очень хорошая практическая риторика. Я о ней как раз тоже упоминала сегодня вот об этой книге. Сегодня мы с вами очень, конечно, вспомнили общее правило, общая рекомендация, которые выработаны к настоящему времени в такой научной области, как педагогическая риторика. Я надеюсь, что вы получили информацию, которая вам обязательно пригодится и в профессиональном развитии, и будет полезна для личностного развития. Но только практика способна, будет способствовать нашему профессиональному становлению в области развития коммуникативных компетенций. Кроме того, я думаю, что в такой сложной и многообразной сфере научного знания, как риторика, не может быть бесспорных, однозначно трактуемых положений. Может быть, что-то вам покажется дискуссионным. Вот я надеюсь, что наш разговор побудил вас и к самостоятельному поиску истины, что на протяжении многих веков является целью риторики. Коллеги, спасибо большое. Да, есть ли какие-то вопросы? Спасибо за оценку. Я на последнем слайде, давайте покажу контакты, как меня можно найти, где мы можем продолжить также наше общение, где тоже можно задавать вопросы. Это страница, моя личная страница в нашей социальной сети ВКонтакте. Там я опубликую информацию о нашем университете. Также у нас есть, мы сейчас ведем один из проектов, это тоже социальная сеть ВКонтакте, называется «Лингвистическая академия» имени Толмаса Максуновича Гарипова, турка Славика. Кстати, в ближайшее время, 31 мая, у нас очень большая всероссийская конференция. Вот здесь размещена информация об этой конференции, информационное письмо, если вы хотите участвовать. Ее мы проводим на средства гранта главы Республики Башкортостан, публикации бесплатно. Пожалуйста, я тоже вас всех приглашаю. Ну и есть наш YouTube-канал, я уже сказала, что мы очень много работаем в области методики русского языка, как иностранного, и на нашем YouTube-канале публикуем учебные ролики для работы с иностранцами, с иностранными студентами. Это тоже может вам пригодиться. Я тоже вас приглашаю на нашей социальной площадке. Спасибо, коллеги. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Спасибо вам. Да, мне тоже очень приятно с вами общаться. Надеюсь, что мы обязательно продолжим общение. пишите, какие темы вам интересны. Поговорим и о профессиональной коммуникации, и на какие-то другие лингвистические темы. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ну, вроде бы вопросов нет. Спасибо за прекрасные отзывы. Так, там в самом начале было несколько вопросов по презентации. Обязательно эту презентацию мы выложим. То есть ее можно будет скачать. Так, два лице. Так, потому что тут так, так. Продолжение следует...